Судебное заседание по делу Торнадо перенесли на 23 августа. Официальная причина одному из обвиняемых стала плохо в зале суда. Его отвезли в больницу на скорой помощи. Заседание по делу спецподразделения Торнадо переносит уже третий раз. Ранее уже были неявка адвокатов и беспорядки националистов. Их опасались и в этот раз. Оболонские суд Киева сегодня вновь оцепили плотным кольцом правоохранителей. Они не будут за этим. Изнасилование, пытки, похищение, грабежи – это то, чем прославились боевики Торнадо в Донбассе. Изначально они должны были заниматься охраной общественного порядка, но вместо этого почти полгода держали в страхе местных жителей. Подразделение Торнадо было создано в конце декабря 2014 года. Уже через неделю они ограбили первые четыре дома в станице Луганская. За первые два месяца существования подразделения Торнадо прокуратура Луганской области открыла против его боевиков 24 криминальных дела. Эксклюзивные подробности Лайфу рассказал украинский журналист Владимир Бойко. Это была абсолютно уникальная рота милиции. Это была абсолютно уникальная рота милиции. Ядро состояло из ранее судимых лиц. В роте всего было 130 аттестованных милиционеров. Большинство из них были люди, которые не нарушали закон, но не они определяли климат в коллективе. Там было 32 ранее осужденных лица. А во главе роты министр внутренних деловаков поставил криминального авторитета из Тореза Руслана Онищенко. Обвиняемых 12, в том числе бывший командир батальона Руслан Онищенко. Его самого ранее 5 раз уже привлекали к уголовной ответственности за кражи и хулиганство. Командир Торнадо вообще человек безо всякой морали. Это стало ясно, когда следствие получило доступ к его мобильнику. Гомосексуалист и садомазохист. Это еще могло быть его личным делом. Но он всерьез хотел заняться сексом в присутствии детей и даже вовлечь их в это. В телефоне Онищенко эксперты обнаружили переписку с женатой парой Саванчуков. Светлана Саванчук это профессиональная жрица любви. Ее муж Владимир был сутенером. И у этой пары есть еще двое детей. На то время им было 6 и 9 лет. Так вот была большая переписка, посвященная тому, что Руслана Онищенко и Владимир Саванчук делились впечатлениями, воспоминаниями и идеями насчет общей половой жизни в присутствии этих детей.